Добрый вечер! В эфире телеканал Астана, программа «Статус Кво» и мы, ее ведущие Оксана Петерс и Динара Саджан. Сегодня у нас в гостях телеведущая, известный продюсер Баяни Сентаева. Добрый вечер, Баян. Недавно я прочитала статью в газете «Республика», интервью, точнее, Ермека Турсонова, где он аж два раза упоминает твое имя и фамилию. Интересно, что он пишет о клонах, достаточно критичное интервью. И он говорит о том, что если в России появляется Ксения Собчак, то у нас в Казахстане появляется Баян Сентаева. Ты сама читала эту статью? Да, я читала эту статью и, отвечая на твой первый вопрос, почему именно два раза, наверное, он не так уверен в своем имени, поэтому так часто использует мое имя. Наверное, для собственной пиар-компании, потому что, я думаю, что очень многие обратили на это внимание. Ну, а второй вопрос, называя меня клоном Ксении Собчак, наверное, уважаемый Ермек Кожмурат, если я не ошибаюсь, его отчество, наверное, не в курсе, что я появилась лет на десять раньше, чем Ксения Собчак. И уже тогда была Баян Сентаевой. Поэтому это его полная неинформированность в мой адрес и, наверное, болезнь его живота по поводу меня самой. Ну, тебя обидела эта статья? То есть он там пишет о том, что он учился у известных московских режиссеров, да? И я так понимаю, что он говорит о том, что вот Баян Сентаева не училась, да? Я не училась, к сожалению, и к его счастью, у известных московских, значит, режиссеров. И это мне нисколько не помешало снять самый кассовый, самый успешный в истории казахстанского кинофильм. Чтобы снимать фильмы обязательно, нужно быть режиссером? Ну, я не являюсь режиссером, но у меня есть какое-то, наверное, внутреннее чутье, и я всегда находилась на площадке. Мало того, я сама являлась главной героиней этого фильма. Поэтому мне нисколько-то не помешало, в отличие, скажем, от него. Ведь его фильм «Келен» тоже был в прокате, и он провалился. Поэтому его обучение у московских кинорежиссеров, наверное, помешало ему собрать тот самый миллион, о котором он мечтает. Скажите, Баян, а насколько был успешен фильм? Фильм был успешен настолько, что пока он является абсолютным рекордсменом по кассовым сборам. А вы можете сказать, сколько вы сможете работать? Я уже сто раз озвучивала, Оксана, это миллион долларов, поэтому это ни для кого не секрет. Вы сами довольны, да? Или ожидали больше? Нет, я, конечно, ожидала больше, но, вы знаете, у нас всего 16 миллионов населения, и всего там около, я не знаю, несколько десятков кинотеатров, и по подсчетам, по математическим, на 200 тысяч населения, на 200 тысяч, у нас всего приходится одно посадочное место в кинотеатре. Поэтому от нехватки кинотеатров мы пока не можем заработать больше, чем мы заработали. Не случайно же на Западе успех фильма, да, он подсчитывают именно по кассовым сборам. То есть ты отслеживала до этого, ты узнавала, сколько приблизительно может собрать фильм, да, успешно у нас? Да, я рассчитывала все-таки на 2 миллиона, но, к сожалению, неправильно рассчитала, потому что я вот уже говорила о том, что очень мало кинотеатров, и это невозможно. Если бы картина была не 9 недель, которые она крутилась, а 18, возможно, это можно было собрать. Но, извините, у нас, кроме «Рашек Жирека», снимается еще и в Голливуде кино, и в Казахстане кино, и в России кино, и все это крутится здесь. Поэтому есть такой порядок очереди, когда ты стоишь в прокате, и уже поджимает тебя вторая картина. То есть тебя снимают и ставят эту картину, потому что у всех прокатчики, у всех договоренные, у всех контрактов. А что насчет пиратских версий? Потому что я знаю, что в каждом ауле практически посмотрели, да, твои фильмы? Да, посмотрели, но я бы хотела поблагодарить официально партию Нур-Утан, которая помогла мне защитить на некоторое время от пираток. Действительно, пока шел фильм в прокате в официальном, мы не нашли ни одной пиратки по всей республике. Как только он закончился, пиратка пошла, в общем, во всем городам и весям. А каким образом вы боролись с пиратством? Мы элементарно написали письмо в партию, сказали, помогите, пожалуйста. Они связались с надлежащими органами, и те каждый раз отзванивались и говорили, я с Караганды, я с Этрау, я с Уральска, вот мы пока не нашли. И действительно не было пиратских копий. То есть партия вам оказала большую поддержку? Скажите, Баяна, вот вы работая определенное время продюсером, понятное дело, чтобы сделать хороший продукт, нужна поддержка, и на это нужны, конечно, достаточно немалые средства. Вот в этом вопросе вы чувствуете поддержку государства? К сожалению, нет, не чувствую, потому что я являюсь руководителем собственной продюсерской компании, и все, что делается нашей компанией, делается на собственные деньги или на деньги инвесторов. Единственное, сейчас мы занимаемся аутсорсингом, то есть нам заказывают компании телевизионные, мы делаем, изготавливаем проекты на их деньги. А вы обращались за поддержкой или нет? К кому обращаться? Я не знаю, например, в Министерство культуры информации. Нет, не обращалась, пока мне, наверное, как-то обходилось, и я не такой, знаете, не номинклатурщика, мне не нравится подписывать бумаги у пятого заместителя, четвертого начальника. Мне как-то больше нравится самостоятельность, и, в общем-то, с самой собой легче и быстрее договориться. Но мы неплохо зарабатываем, я бы сказала, хорошо зарабатываем, мы можем себе позволить производить то, что мы делаем. А «Казахфильм» еще ни разу не предлагал сотрудничать? Нет, «Казахфильм» еще ни разу не предлагал, и я, наверное, думаю, что и не предложат. Я думаю, за два года можно было сообразить, пригласить хорошего продюсера, который мог бы окупить хотя бы одну из их картин, но, к сожалению, они и два. Но если бы «Казахфильм» захотел пригласить тебя, Баян Сентаева – дорогостоящий продюсер для государственной большой компании, которая выпускает фильмы. Я являюсь абсолютным патриотом своей страны и родины. Если бы это был очень нужный для страны фильм, наверное, я бы не стала загибать там, да, но мои услуги стоят недешево. Но, тем не менее, недавно ты вступила в партию «Нур-Утан». Ты знаешь, ничего, наверное, не случайно не бывает в этой жизни, и я очень долго являюсь абсолютно политичным человеком, я занималась творчеством. Но, вы знаете, у нас политика от искусства неразделима, да, если ты не интересуешься политикой, политика заинтересуется тобой. Я уже не интересовалась тобой уже. Да, можно сказать, что сейчас, на данный момент, именно в партии «Нур-Утан» ваша роль уже определена? Я не могу так сказать, Оксана, потому что я только в нее вступила, и мне хочется, наверное, изучить и устав партии, чем она занимается. Мне понравилось то, что они единственные, кто откликнулся на мою просьбу. Я вообще не верила, что что-то работает. А если бы обратились с других партий, например? Я почему-то не стала обращаться в другую партию. Нет, если бы предложение было вам. Я не знаю, я не знаю. Возможно, мне помогла бы коммунистическая партия или обжоги. Ну, если бы тебе помогли бы коммунисты, ты бы вступила коммунистом? В коммунистическую народную партию? Ну, я бы подумала, по крайней мере, но почему нет? А если бы тебе предложили... Вот у нас недавно прошли в стране парламентские выборы, и ты понимаешь, что в парламент проходят по партийному списку. Туда прошли три партии. Вот если бы партия Ахжол, к примеру, предложила бы тебе, ну, скажем, такое сотрудничество, да? Ты вступаешь в партию, и ты тоже входишь в партийный список. То есть тебе без разницы было, в какую партию вступать? Нет, конечно, мне не без разницы, в какую партию вступать. Я вообще, 7 раз отрезая, потом только отмеряю динар. Я ничего не делаю просто так, и, конечно, я соизмерила все, что творится в политической жизни нашей страны. И, конечно, я понимаю, что сейчас это единственная реальная партия, за которую не стыдно, я бы так сказала, и мне не стыдно являться членом этой партии. Я бы с удовольствием поработала на благо страны, на благо этой партии. Ну, я хочу к слову отметить, что и Оксана, и я, мы все с моим семьей. Однопортийцы. Однопортийцы. Это здорово. Да, это то, что нас объединяет, да, помимо нашей профессии. Беседуя с вами, сразу чувствуется вот с вашей стороны такая мощная энергетика, позитив, большая уверенность. Скажите, это человек должен родиться таким, или это можно воспитать в себе? Нет, человек должен родиться таким. Скромно сказал Боян. Я вообще не скромный человек, я реальный человек, и говорю то, что говорю. В семь, где-то в пять или в семь лет я уже заводила, в общем-то, публику, и понимала, что она меня слушает. То есть даже в четыре года, когда меня в садике выбрали главной снегурочкой, я понимала, что все смотрят только на меня, и мне нужно что-то говорить, чтобы как бы держать, да, публику. И у меня всегда был талант такой говорильный, наверное, обаятельный, харизматичный. Я всегда понимала свой плюс, и я всегда этим пользовалась. То есть он не стал ни хуже, ни лучше, просто он со мной родился. Ты сама взращиваешь, да, новых звезд. А что будет сейчас с Мульдера Ульбековой, которой сейчас уже нет, да, у которой нет успешного продюсера? Динар, никто не знает, есть Мульдера Ульбекова или нет Мульдера Ульбекова. Сейчас она в свободном плавании. Я не знаю, что она сделает одна. Это покажет только время. А с кем сейчас вы работаете, Боян? У меня три коллектива, которые... Два из них абсолютно новые. Это одноленный состав группы Кешеви, абсолютно новый состав группы Инкар, и новая певица, называемая Женар Дугаловой, которые... Вот уже скоро выйдут три клипа, которые мы сняли за один день. Вы знаете, вот касательно обновленного состава, девочки сами уходят, или вы видите, что человек не справляется, и сами какие-то меры принимаете? Это бывает по-разному. Иногда уходят сами, например, там, ну, я не знаю, по состоянию здоровья, у кого-то мама там сильно болеет. Такие случаи просто были, приходится. Кто-то хочет выйти замуж, да, влюбился, да, нельзя. Кого-то просто, как бы, ты увольняешь по разным причинам. Или просто ты понимаешь, что это не твой человек энергетический, там, какая-то элементарная человеческая непорядочность или какое-то нарушение правил. Поэтому с такими я разрываю отношения сразу, потому что трёх ошибок не бывает. Но, тем не менее, группа Кешеви существовала шесть лет, да? По-моему, в этом году вы собирались отмечать шестилетие группы, да? Не жалко расставаться со старым коллективом? Отработанный материал, отработанные постановки, готовые костюмы, да, то есть, где уже не надо что-то говорить, объяснять, когда уже... Да, я согласна с тобой. Динара, конечно, жалко, но, ты знаешь, ничего не бывает просто так. Всему приходит своё время, всему есть свой лимит, всему есть свой баланс. И, наверное, время работы со старым составом просто истекло. Я вам скажу, это рекордное время, там, шесть лет, это очень много для гиллсбэнда, это очень много. В основном меняются девочки через 2-3 года. Чтобы гиллсбэнда хорошо существовала и зарабатывала, да, и продюсер, и девочки, и вообще проект был успешным. Сколько нужно вкладывать и какое время? Ну, я вам скажу, что за шесть лет в группу Кешеви было вложено более 600 тысяч долларов. Я вам скажу, что они заработали раз в пять больше. То есть они достаточно востребованы, да? Они очень востребованы. А в основном куда они выезжают? Куда вы выезжаете? Корпоративы, свадьбы? И концерты, и туры. Месячная загрузка какая у вас? Ну, в смысле, сколько концертов в месяц? Ну, считайте, там, я не знаю, минимум 4 концерта, 4 выезда в неделю. А вы выбираете заказчиков? Нет, мы не выбираем заказчиков. В основном это и постоянные клиенты, и они, как бы, список это обновляется, и это различные концерты. Девчонки приходят совершенно вот девчонками, да, то есть у них никакой известности, да, не ограненные, да, как ты сама сказала. Через какое-то время, через год-два девушек начинают узнавать, они поют песни, они красиво одеты, да, их клипы крутятся на наших телеканалах. Ты сама, как продюсер, не чувствуешь, что есть такое понятие, как звездная болезнь, да? Ты на себе не испытывала от своих же подопечных, так скажем? Ну, что скрывать? Некоторые девочки, или, может быть, даже процентов 70 из них, начинают заболевать этой звездной болезнью. Это, конечно, беда. И я заметила, что только та девочка, которая по-настоящему пришла заниматься искусством, она в основном не заболевает этой звездной болезнью. Этой болезнью заболевают девочки поверхностные. Вот с такими я расстоюсь очень легко. То есть, в общем-то, их очень видно, и сразу видно. Я не стану скрывать, что я вот заглядываю в душу девочкам и говорю, девочки, мне так важно, что у вас там внутри. Я понимаю, что эти девочки пришли на год или на два, или на пять максимум. И нужно на этом зарабатывать. То есть я вкладываю, да, и немало. Почему я должна это скрывать, и я хочу на этом заработать? Вот, и когда эти выявляются... То есть у меня был такой случай, девочку показали три раза по телевизору, ну, я так образно говорю. Сначала она пришла вот такая, она говорила, Баян Максат, я сделаю все, что вы скажете, только возьмите меня в телевизор. Девочка очень красивая, достаточно способная, я не могу сказать, талантливая. И буквально через два клипа она заходит в дверь, чуть ли там ни ногой, и говорит, так, Баян, я не поняла, в чем дело. Я даже не стала разбираться, в чем дело. Я сказала, закрой дверь с той стороны, и чтобы я больше тебя здесь не видела. Все, я даже не стала разговаривать. То есть вот этот тон, и когда человек смотрит тебе прямо в глаза и говорит, так, Баян, я не поняла, в чем дело. То есть это определенно понятно, что девочка не в себе. И не стоит с ней дальше разговаривать. Вот я и не разговариваю. То есть звездная болезнь, это для любой начинающей певицы, молодой, скажем, это просто потолок, это конец ее карьеры. Можно сказать так? Я думаю, да. А есть девочки, которые действительно очень, вы знаете, самоотверженно отдаются, которые занимаются по 8 часов вокалом в день. И они действительно являются фанатками. Вот такие девочки остаются рядом, и они идут с тобой в ногу. И я думаю, что вот понятие «команда» она формируется как раз из таких девочек. Есть какие-то девочки, на которых я могу положиться. Я понимаю, что им это нужно, что они артистки изнутри, что они занимаются творчеством, а не поиском спонсоров. А эта девочка нашла спонсора и зазвездила. Такая девочка сразу уходит с телевизора. Боян, у меня такое ощущение, что именно вот эту вот звездность, о которой мы сейчас говорим, вы сумели избежать, обойти? Я не сумела. Я болела звездной болезнью. Я нормальный человек. Просто у меня не было продюсера, и никому было меня обвинять. Но вам никто не говорил «закрой дверь и выйди». Да, у меня не было продюсера. Я сама уж училась на своих ошибках. И, знаете, я заболела звездной болезнью в 18 лет, когда снялась в кино впервые. И действительно проснулась звездой. То есть такая сказка была в моей жизни. Меня узнавали на улицах. То есть были толпы ОМОНа, охраны на премьерах. И 300 человек, которые выстраивались за мной в очередь. Представляете, мне 17 лет. Я реально сошла с ума. И когда ко мне подходил какой-то парень, который хотел со мной познакомиться, я говорила ему в лицо, «Ты вообще в зеркало смотрелся?» То есть я думала, что всё, потолок и всё. И как вы справились с этим? Да, знаете, жизнь справилась. Через полгода все об этом забыли. Никто меня никуда не звал. Советский Союз развалился. Кино никто не снимал. И я осталась у разбитого корыта. Я понимала, что, оказывается, я никто. Зовут меня никак. И передо мной разбитая корыта. И я ничего не умела делать. Я не умела говорить. Я не умела писать. Но всё-таки вам пришлось что-то делать? С чего вы начали? Да, я поднялась и пошла работать бесплатно на телеканалы. Меня не брали в штат. Я ничего не умела делать. Несмотря на то, что ты уже была известна. Да, было всё равно, что меня узнавали. Ты же вроде там в кино снималась. Да, как себя зовут? То есть никто, в общем-то, и не помнил, как меня зовут. Я говорила, ну меня зовут Баян, фамилия моя Есентаева. Я говорила, я ничего не умею делать, но я хочу научиться. То есть я понимала, что у меня есть потенциал, который пока некуда было применить. И любой добрый человек говорил мне, иди-ка ты отсюда, девочка, веди музыкальные программишки, и это твой потолок. Мне было обидно, но я понимала, что говори-говори, а я буду в это время учиться. И я настырно, очень настырно садилась, переписывала свои тексты, ходила к Сапьяковичу, работала в новостях, переписывала 32-й раз свой текст, плакала, ошибалась. Но через 7 лет совместная работа я, значит, на новостях, совместной жизни с новостями, я абсолютно чётко и быстро научилась писать тексты. То есть я ехала в Дамасике со съёмок, и уже текст у меня был в голове. Я просто садился, выкладывала на компьютер за 5 минут. Через там 10 был уже готов сюжет. Вот когда я этому научился, сказала, вот теперь мне это надоело, потому что я никогда не любила работать на новостях. Мне просто нужно было иметь школу. Баяна, теперь вот уже после этого тебя уже начали приглашать на телеканалы? Да что ты, ну, Динар, ну о чём ты говоришь? Я ходила по всем каналам мира, которые существуют в городе Алмате. И никто не брал? Никто не брал. Я у меня уже была... Раскрученное лицо. Какое раскрученное? Какое раскрученное? А в чём проблема была? Я была обычным репортером-шрайбикусом. Это что вы говорили? Вы говорили, что девушка, у вас вот такие вот минусы, проблемы? Я жертва стереотипов. Если девочка более-менее удалась, значит, она как минимум дура. И я с этим стереотипом жила очень много лет. И когда я говорила, ну, я не дура, посмотрите, что я умею делать, мне говорили, закрой дверь с той стороны. И нашёлся такой добрый человек, Бахыт Килибаев, который тогда руководил телекомпанией ТАН. Я просто пришла, я набралась просто всей наглости своей жизни, зашла к нему, еле попала на приём, сказала, «Здравствуйте, меня зовут Баян Есентаева, я сделаю вам бомбу». Он так на меня посмотрел, я помню, открыл шкафчик, вытащил кассетку ВХС, сказала, «Так, Бомба, у тебя есть ровно неделю для того, чтобы ты стела мне пилотку». Тут же позвонил, там, оператор Вова, подойди, пожалуйста. Это была программа «Жёлтый салон», да? Да, это была программа «Жёлтый салон». Вот, девочка, у тебя есть неделю, через неделю, пожалуйста, принеси, у нас будет худсовет. Знаешь, Динар, знаете, Оксана, это была самая счастливая неделя в моей жизни, потому что я была предоставлена самой себе, потому что я знала, что я умею это делать. И единственный из артистов, кто согласился сняться в этой программе, в пилотной, потому что никто не соглашался, это был Ерлан Кукеев, мой друг. Я сказала, Ерлаша, пожалуйста, помоги мне, если у меня получится, я буду самый счастливый человек. Он сказал, да, Баяшка, конечно, я тебе помогу. И я сняла замечательную программу, потому что туда я вложила все силы, всю свою боль, все свои слёзы, всё своё умение. И это действительно была бомба, и я это сделала даже тогда, когда этого не делали ещё на московских каналах. Баян, а что ты думаешь сейчас о нынешнем нашем казахстанском телевидении? Ты смотришь вообще наше телевидение? Да, конечно, я смотрю телевидение. Что в основном вы смотрите? Новости, программы отдельные? Ну, я смотрю, в общем-то, всё, на что попадаю. То есть у меня нет какой-то определённых приоритетов, что я именно смотрю. Попаду на новости, смотрю новости, попаду на музыкальную программу. Я не могу сказать, что мне интересно, потому что я сама телевизионщица, конечно, я вижу все плюсы и минусы, и могу сказать, что нам просто не хватает денег. Не умений и таланта, а просто денег не хватает, чтобы делать то, что мы, в общем-то, смогли бы сделать. И вот эти вот разговоры, да у нас ничего нет, да у нас там снимать не умеют, там шоу делать не умеем. Умеем, но нет денег, к сожалению. Но ты же сама делаешь шоу для некоторых телеканалов, да? Так, этих денег не хватает для того, чтобы делать интересные шоу-программы? Да, Динара, этих денег не хватает, но тем не менее мы стараемся. Но приходится что-то делать. Да, приходится что-то делать. Мы сворачиваемся, наверное, контентом, потому что это тоже очень важно. И, конечно, не хватает нам шоу-элементов, не хватает света, не хватает звука, не хватает, в конце концов, территория, не хватает там кранов 28 метров. Все это хочется делать, все это можно делать. А кадры есть? И кадры есть. Ты довольна, допустим, нашей картинкой на сегодняшний день? Ты же листаешь каналы, да, ты смотришь? Динар, я недовольна только потому, что просто не хватает денег. Если я телеканал бы выделял... Может быть, вам нужно как-то активизировать работу по поискам спонсоров, просить, в конце концов, стучать во все двери? Я не хочу заниматься благотворительностью ради успеха программы. Зачем, если ты на этом не зарабатываешь, вкладывать еще плюсом? Зачем? Это не бизнес. Поэтому я обхожусь тем, что выделяется. Но, тем не менее, этот проект Саза Алима, который вы делаете на телеканале Елиарна, он очень успешный. И мне больше всего нравилось наблюдать за этим проектом, потому что там есть критика. И не та критика, которую мы привыкли слушать, то есть просто слова осуждения, да, а очень такая конструктивная. И мне нравится, что там есть диалог между артистами, между журналистами, то есть члены жюри, сами же артисты. Но это же не всегда приятно слушать. То есть на сцене, конечно, они вынуждены слушать, да, это казахскоязычная эстрада. Что происходит после съемок программы? То есть они довольны вообще результатами? В основном, да. В основном, да, да. То есть артист настолько... То есть ты же соскучился. То есть такого вообще никогда не было, и даже ни на каком пространстве. То есть это не слизанная, это не аутсорсинговая, то есть это не франшиза, да. Это абсолютно выдуманные мною проекты. И я понимала, что это то, что будут смотреть. Это то, чего не было, это то, что надо. Я это точно знала. А как критику воспринимают, нормально? Абсолютно адекватно воспринимают критику, потому что сидели настоящие профессионалы, и им невозможно было противоречить. Это тоже очередной этап, да, какого-то развития все равно? Для кого? Потому что сидят профессионалы... Для артистов, да. Я вам скажу, когда будет следующий сезон с Азалима, артиста будет гораздо лучше и выглядеть, и петь. Вот я заметила, что Баян Сентаева, как продюсер, больше сейчас работает именно с казахскоязычной эстрадой, да, то есть все твои подопечные, они поют только на казахском языке. Это принципиальная позиция? Это принципиальная позиция, потому что время все расставило по местам. В принципе, можно сказать, что русскоязычная эстрада через какое-то время может остаться без работы? Она практически уже осталась без работы. А почему вы так считаете? В чем проблема? Ну, я считаю, что я уже... Там не таких продюсеров, как вы? Нет, я уже ответила на этот вопрос, что время расставило по местам. Мы живем в Казахстане, мы должны слышать родную речь, мы должны петь на родном языке, и, наконец, это случилось. Даже Баян Сентаева сама тоже училась в русской школе, училась в русском вузе в этой программе говорить на казахском языке вместе с Турсумбековым. Его не переговоришь. Да, это на самом деле сейчас стало трендом, говорить на казахском, потому что есть просто комплекс. Даже я, зная казахский язык, я комплексую иногда, потому что мне всегда кажется, что я неправильно что-то скажу. Нет, я, кстати, не комплексую, я только комплексую от того, что я его просто не так хорошо знаю. Или, можно сказать, что вообще не знаю. Мне бы хотелось, конечно, что это моя внутренняя и внешняя трагедия, и я до сих пор сожалею, что мои родители не отдали меня в единственную казахскую школу, которая была в те времена, в 12-ю. И мне пришлось закончить в 74-й на 1-й Алмате. Да. Вот Оксане намного больше повезло, потому что Оксана ходила и в казахскую школу, и училась в казахском университете. Ей, в отличие от нас, повезло гораздо больше. Вы знаете, Боян, у вас вот две замечательные дочки, мы знаем об этом. Наверняка мы уверены в том, что они будут не менее успешны, чем вы, даже больше, да, потому что времена меняются, и сейчас молодые люди тоже, может быть, они более активны, более мудры, более старательны. Даша Тойч-Боян уже собирается вести программу «Мама и мне», да, по-моему? Да, она уже ведет. У меня такой вопрос. Вот, знаете, я как-то прочитала одно ваше интервью и задумалась, ну, по крайней мере, меня это впечатлило. Вы сказали, что вы против, чтобы дети в школах одевались одинаково. Было же такое, да? Ну, я сама с этим столкнулась, потому что я никогда не была серой мышкой, и мне всегда... Не то, что хотелось, это мое нутро. Если все носили форму, я носила там другую форму. Ну, такого же цвета я выдумывала всякие фасоны, и меня там гнобили, будучи еще советской ученицей, да? Если там все носили галстук красный, я носила галстук черный, да, например. И мне никогда не хотелось быть вот в этой толпе, я всегда хотела... Ну, у меня какой-то всегда был внутренний протест. А вот сейчас с учителями вы все-таки договорились? То есть времена всегда одинаковые, ничего не меняется. Мои дочери учатся в казахской школе, их там гнобят и говорят, яд-пулат, ты должна быть одинаковой, ни в коем случае не выделяйся. Но моим дочкам повезло со своей мамой, потому что в школе они могут быть серой массой, а выходя из дома абсолютно яркими личностями. И, слава богу, я родила именно таких девочек. Кем ты видишь своих дочерей? Ну, со старшей, наверное, есть какое-то определение, потому что она влечется журналистикой, очень давно пишет, причем на двух языках, и на казахском, и на русском. У нее, я бы сказала, достаточно... Даже не достаточно, она очень талантлива в этом отношении. И то, что я читала в Твиттере, и то, что она пишет, мне, конечно, удивляло. У нее такой острый язык, и у нее есть свой стиль. Вот. И сейчас она пробует себя в качестве телеведущей, но хочет уехать за границу, попробовать там свои силы. Я сказала, доченька, попробуй, конечно, тебе всегда есть куда вернуться, а мама тебе в этом поможет. А что касается... А младшая дочь показала себя почему-то в фортепиано, да? То есть она уже в 7 лет стала лауреатом международной премии в Италии, привезла третье место среди 98 участников, занимаясь при этом полгода всего. Боян, признаюсь, что младшая дочь, конечно, я прослышала разговор, это, конечно, твоя прям душа, да? Да, это мое сердце. Это твое сердце. Скажи, пожалуйста, мы говорили о казахскоязычной эстраде, я сейчас знаю, что именно на казахскоязычной эстраде очень самые, скажем, дорогостоящие певцы, да? Вот кого бы из них ты бы хотела отметить? Вот кого стоит действительно послушать, да? Кто у нас сегодня настоящий профессионал? Недавно слышала выступление живое как раз вот на практике «Мамма Мия» Нуржана Керменбаева. Я была прямо очарована его выступлением, он настоящий профессионал. Я слышала Алишера Каримова, это шикарный исполнитель. Я слышала Алмаза Кишкембаева, шикарный профессионал. Ты сейчас как раз говоришь именно про выпускников таких, да, самобытных, кто проходил вот эту вот школу «Суперстара», да? Вот они проходили, но, наверное, школу «Суперстара», да, это там три месяца, но они не потерялись во всем этом пространстве, да, и сейчас они являются абсолютно профессионалами. Я бы, ну, меня просто вот удивляет, насколько они свободно себя чувствуют на сцене, да? Нет вот этого комплекса, нет вот этой зажатости, там, не дай бог будет стыдно, там, ногу не так поставил, руку. Они, знаете, вот внутренне свободные. Вот они дети 21 века. А стыдно для кого? Кому реально стыдно, да? Ну, вы знаете, вот есть такие казахоязычные группы, которые вот станут как три тополя на плющихе, да, и не дай божок сдвинуться с места. То есть вот плечушки сожмутся, да, скукожатся. И вот они вот этот микрофончик. А кто будет их осуждать в случае чего, если они возьмут один из этих рок-глав? Ну, это вот наша, наверное, ментальность, которая до сих пор вот у нас сидит вот этот какой-то комплекс, я не знаю, младшего брата, что ли, как это назвать. И вот они все время думают, что это яд-пулат, яд-пулат, не дай бог там двинуть бедром. То есть подумают, что ты голубой. А то, что делается уже давно в России, я уже не говорю об Америке, да, как они... Ты же проводишь кастинги, вот девочки, которые приходят, они готовы, то есть на эти шаги? Ну, во-первых, надо правильно ставить приоритеты и концептуально правильно выверять, для кого ты делаешь эту команду. Например, команда Инкар, это чисто девочки, которые только поют в казахских платьях шикарных, да, и только народные казахские песни. То есть там открыть плечо или бедро, ну, просто бессмысленно и неумно, да, скажем так. Это концептуально казахский проект. Они в вечном целомудрии, в вечной нежности, в вечном рассвете, да. Есть команды, ну, скажем так, ну, таким секс-отливом, да, например, там можно надеть коротенькую юбочку, там острый каблучок, но при этом так на грани фола вымерять, да, вот, а какая же там фигурка под этим платьем. Поэтому вот если вот концептуально подходить, а я всегда концептуально подхожу, я не делаю команду, чтобы, ай, куда-нибудь, да. Нет, они все концептуально выверены. Поэтому везде есть свои параметры и границы. Вот если говорить о том, что наша эстрада, наши молодые звезды, да, такие востребованные, развитые, успешные, то почему тогда на многих официальных государственных праздниках все-таки делают акцент на западных звезд, куда тратят огромные просто деньги? Почему так получается? Ведь это же правда. Ну, это правда, да. И, наверное, у нашего государства есть такие деньги, чтобы покупать западных звезд. Наверное, это тоже неплохо. Как в этом случае они конкурируют, на ваш взгляд? Ну, мы не можем, конечно, конкурировать с западными звездами. Но мы, понимаете, у нас, Оксан, другая музыка, у нас другой менталитет. То, что слушают в России, здесь никогда не прокатит, как, например, песня «Аурмайда журек» Хайрата Нуртаса, да. То есть, ну, никогда. То есть, казахскую душу нужно задевать другими песнями, другими слезами, другой драматургией. А вот эти западные звезды, они, наверное, делают для того, чтобы заполнить стадион, потому что у них есть масса поклонников. Нас невозможно сравнивать. Тот же, например, Джастин Бибер никогда не споет песню Хайрата Нуртаса. Никогда у него это не получится. Ровно так же, как и наоборот, понимаете. У нас своя душа, своя музыка. То есть вы к этому относитесь спокойно, да? Я абсолютно спокойно к этому отношусь, конечно. Вы знаете, я бы хотела сказать, что шоу-бизнес вообще не относится никакой государственной структуре. Начнем с этого. Мы не подчиняемся Министерству культуры. Мы не подчиняемся ни одному департаменту культуры. Понимаете, это абсолютно ветвь, которая родилась по требованию времени. Но все-таки вы поедете то, что вам говорят. Например, вот есть ваш репертуар, а вам говорят, вы будете петь то-то, то-то, то-то. И вы приезжаете с этой песней. Заказ, желание клиента, это, конечно, всегда в приоритете. Но я вам еще раз говорю, что мы не подчиняемся ни одной государственной структуре. Мы не датируемся государством. Наверное, поэтому артисты и шоу-бизнесы гораздо больше зарабатывают, нежели те артисты, которые работают, я не знаю, в оперном театре или в драмтеатре. Что касается зарубежных звезд и наших казахстанских, я помню, что где-то в какой-то статье ты ругалась по поводу того, что нашим звездам не могут заплатить те же самые 10 тысяч долларов, а того же самого Диму Билана пригласить могут. То есть тебе обидно, когда неравноценно вот так вот платят? Да, я не могу бороться с национальной принадлежностью, когда казахи всегда для гостя отдают, прячут, делают и платят больше, чем своим. Это так всегда было. То есть когда я была маленькой, моя мама прятала от нас конфеты. Самые лучшие. Шоколадные, самые лучшие, да. Советским детям, представьте, шоколадные конфеты. Она не давала собственным детям, но зато давала гостям, которые приходили домой. Это наша национальная сущность, мы ничего не можем делать. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Гостям нужно отдать самое вкусное, самое лучшее, самое дорогое. Конечно, мне обидно, конечно. Я с этим, как могу, борюсь. Я говорила о том, что я не снимаюсь в рекламах за бесплатно, я не веду вечеринки за маленький гонорар. Я просто принципиально открыто говорю, заплатите мне вот такую сумму, я вам проведу. У меня просто был такой случай, о котором я уже не раз говорила, когда Оксана Пушкина не приехала срочно, что какой-то форс-мажор ко мне позвонили, сказали, Баян, пожалуйста, проведите, Оксана Пушкина не может, значит, приехать. Я говорю, простите, какой гонорар у Оксаны Пушкина? Мне говорят 25 тысяч долларов. Я говорю, окей, заплатите мне те же самые деньги, я приеду и проведу вам эту вечеринку. А что, они прямо так и сказали, ну вы же не Оксана Пушкина? Да, они сказали не так, как Баян, вы же наша. Я сказала, ну и что? У меня в смысле, что три ноги или две головы, что ли? Вам заплатили эти деньги? Нет, я сказала, или я чем-то хуже Оксаны Пушкиной, я так не считаю. Пожалуйста, заплатите, я приеду. То есть у нас абсолютно не готовы принимать наших звезд и думать о том, что мы, по крайней мере, не хуже. Возможно, мы даже лучше в чем-то. Ты же понимаешь, что Баян Сентаева – это такой успешный бренд, который существует уже на протяжении лет 15, да? И наверняка ты часто сталкиваешься с тем, что с осуждением, да? С осуждением, с клеветой, с сплетнями, интригами, слухами. Как ты с этим справляешься? Ну, я могу сказать, что я абсолютно живой человек. Конечно, меня обижало, обижает и будет обижать все эти сплетни, все эти склоки, все эти интриги. Ну, я могу определенно сказать, что у меня очень давно выработался иммунитет по этому поводу. И я не то чтобы не сильно ухожу в депрессию, нет, я, наверное, никогда не уходила в эту депрессию. Поэтому, в общем-то, меня нет в интернете. И я не люблю вот этого негатива. Я вообще не люблю негатива ни в чей адрес, ни в свой, ни в чей, никогда я никого не обижаю. У вас много друзей, Баян? Нет, у меня не много друзей. Я бы сказала, что у меня очень мало друзей. А вы, наверное, недоверчивый человек, да? Оксана, просто в моей жизни было очень много случаев, когда якобы близкие друзья тебе предавали. Действительно, это меня сопровождало со школьной скамьи, когда самые ближайшие подруги, значит, вонзали нож в спину, подкладывали свинью. И, конечно, с детства у меня такая зарядка, что не стоит доверять всем подряд. Поэтому у меня очень мало подруг и очень мало друзей. А как вы думаете, вы разбираетесь в людях? Можете сразу, например, с первого взгляда оценить, стоит ли с этим человеком иметь дело или нет? Нет, я не разбираюсь в людях, поэтому очень часто ошибаюсь до сих пор. А в нашем казахстанском шоу-бизнесе настоящая дружба возможна? Я думаю, нет, потому что практически никто ни с кем не дружит. Я не знаю, по какой причине. Но это так. Мы можем общаться, улыбаться друг к другу, пить кофе, спрашивать, как дела. Но в основном, я вот сейчас говорю за продюсеров, например, никто ни с кем не дружит, так же, как и артисты. Мало того, артисты даже не дружат, работая в одном продюсерском центре. О чем вы говорите? То есть это такая профессия, которая не терпит конкуренции, и каждый из артистов думает, что он лучше, и лучше вообще ни с кем не дружить. Я с этим сталкиваюсь в общем-то в собственном продюсерском центре. То есть потому что у тебя так много девочек, и я не могу назвать их подругами, потому что они конкурируют друг с другом. Это нормально, это везде так. Зачем скрывать? Мне кажется, в России, наоборот, звезды дружат, с друг другом общаются, крестят своих детей, роднятся. Как вы думаете, почему? Знаете, Оксана, когда у меня день рождения, я тоже приглашаю весь шоу-бизнес, и мы тоже стул, улыбаемся друг к другу. Это нормально, я не могу назвать их друзьями. Ой, то есть врагами, мы приятели, мы работаем на одном рынке, мы пьем воду из одного колодца. Вы всегда помните, что, в принципе, никому из них доверять нельзя. Так получается, да? Оксана, об этом помнят все. Это же очень сложно. Оксана, а вот вы скажите, с кем из телеведущих вы дружите? Вот тесно. Тесно, а сейчас вам скажу, не больше четырех человек. Ну, вот у меня не больше четырех человек, моих друзей, да. И все они, в общем-то, из сферы шоу-бизнеса. Я не хочу всем выкладывать, что же я там делаю, как я делаю, и выкладывать все свои середы. Сто процентов. Ну, никогда не говорите сто процентов. Никогда. Потому что в жизни бывают такие повороты, когда даже самые близкие люди тебе придают. Да, согласна. Вот, казалось бы, мы говорим шоу-бизнес, шоу-бизнес, но по большому счету, если посчитать, там, сколько человек насчитать можно, которые постоянно поют, постоянно снимают клипы, которые постоянно работают. Это же очень ограниченный круг людей. Ну, Динара, я бы так не сказала, потому что шоу-бизнес существует, на шоу-бизнесе зарабатывают. Но зарабатывают не все. Не все зарабатывают. Ну, и во всем мире не все зарабатывают. Есть определенные когорты людей, которые являются в фаворе, у которых высокие заработки, высокие гонорары. И это существует, действительно. Они позволяют себе записываться в Лондоне, сводиться в Нью-Йорке, снимать клипы, там, я не знаю, в Киеве, в Москве. Ты вот говоришь сейчас про какие-то единичные случаи. И, как вот ты говорила, где с участием спонсоров, да? То есть обязательно. Я не знаю, с участием кого, потому что я не могу себе позволить записывать своего артиста в Лондоне и сводить в Нью-Йорке. Меня устраивает собственное качество, потому что надо понимать, заработаешь ты эти деньги, то есть ты их оправдаешь в этой стране или нет. Я понимаю, что те люди, которые записываются в Лондоне и сводятся в Нью-Йорке и заказывают аранжировки где-нибудь в Амстердаме, они это делают для себя. Да, они это делают для себя. Такой каприз, потому что это никогда не окупается. Вот мне сейчас, как мнение эксперта, да, твое интересно, вот ты человек в шоу-бизнесе уже достаточно давно, вот сколько людей у нас реально зарабатывают деньги, да? Мне не хочется лезть в карман кого-то. Ну, примерно. Я просто знаю, что они зарабатывают. Ну, примерно, на вскидку. Ну, сколько человек? Допустим, муза-арт, я думаю, что в неделю они дают не менее 10 концертов. Они могут позволить себе дорогие машины, дорогие дома, дорогие костюмы, дорогие инструменты. Я не знаю, но это точно, этому есть место. Я знаю, что, допустим, ЖГТР никогда не сидит на месте, да, у них тоже там в неделю не менее 8-9 выступлений. То есть я не знаю их гонорар, но я точно знаю, что они зарабатывают. А правда, что Мирамбек требует какого-то особого внимания к себе на съемочной площадке? Да, он требует. Это такое поведение, наверное, настоящей звезды. Он может себе это позволить. И ты знаешь, он требует, и все это делают. То есть все подбегают, и мы говорим, так, внимание, подъезжает Мирамбек. Ну, то есть это было у нас на площадке. Внимание, девочки, приготовились. То есть тут стоит чашка чая с лимоном, без лимона. Красная куровая дырушка. Да, значит, здесь стилисты уже готовые, да, одна с костюмом, другая с его штанами. Я вот сколько Мирамбека видела, вот никогда бы в жизни не сказала, что он такой капризный. Ну, наверное, это не капризный, и он это делает не сознательно. Это его статус. Да, во-первых, это его статус, во-вторых, это его нутро. Но вы знаете, когда мальчик с 12 лет является суперстар во всем Казахстане, он может себе это позволить? И действительно, мы выполняли весь его райдер, да, скажем так. Его официально не было, но он говорил, я хочу, чтобы на площадке было вот это, вот это, вот это и вот это. И все это как бы преподносилось, доносилось и делалось так, как угодно звезде. Это нормально. А вы любого человека можете раскрутить? Сделать человека известным, это просто стоит денег. Записать ему песню, подправить на компьютере, снять для него хороший крит. А вот чтобы начать карьеру в шоу-бизнесе, вот приблизительно, сколько денег нужно сейчас? Ну, я не знаю, сколько нужно сейчас. Я думаю, чтобы просто заявить о себе, ну просто о себе заявить. Допустим, вот Оксана Петерс хочет там петь, да. Я думаю, что для того, чтобы преподнести вас, смотри, в каком формате. Вы хотите лакшери, вы хотите люкс, вы хотите выше среднего, ниже среднего. Тут разные цены, понимаете. Ну, если средний формат взять, например. Ну, средний формат для начинающих. Для начинающих, я думаю, что порядка там 60-70 тысяч долларов. Но это недорого. Это уже вместе с ротацией, да? Это вместе с ротацией, ну и с наличием какого-то репертуара, с наличием уже нескольких костюмов. Я говорю о ситуации там среднего формата. Сюда входит и ваша зарплата уже? Нет, сюда не входит моя зарплата. Не входит, да? Нет. А зарплата получается? Сколько нужно еще добавить? Зарплата начинается после 60-70 тысяч. Оксана, я не работаю на кого-то. То есть, когда ко мне приходят и говорят, я хочу, чтобы вы раскрутили мою дочь, да, но я хочу, чтобы вы сделали вот это, вот это и вот это. Возможно, это мой характер, возможно, это моя ошибка. Я не работаю и я не люблю работать по чьей-то указке. И я отказываюсь от таких заказов, сколько бы денег мне не предлагали. Мне предлагали, поверьте, хорошие деньги для того, чтобы я выполняла их желания. Я хочу, чтобы эта девочка была как Дженнифер Лопес. Но я же вижу, что она никак не может быть Дженнифер Лопес. Причем я не объясняю, что эта девочка никогда не станет ни как Дженнифер Лопес, ни тем более Дженнифер Лопес. И вот эти абсолютно дилетантские указания, да, я хочу, чтобы там у нее была вот здесь стрелка, а здесь была шляпа, например, да. А я свое имя ставлю выше всего этого, потому что завтра скажут, что это сделала Баяна Ясентаева. Мне такой славы не надо. Работа в шоу-бизнесе, она сама по себе опасна или нет? Чем опасна? Бывают такие случаи, когда люди просто идут на какие-то жесткие меры, чтобы сбить концерт или что-то еще. Ты же берешь еще ответственность на себя? То есть у тебя, как правило, молодые девушки, да, то есть отправляют, допустим, в какой-то другой город на гастроли. Ты же несешь ответственность? Я несу ответственность, для этого есть директор, который несет за них ответственность, да, и есть определенные правила, которые не имеют нарушать, не имеют права нарушать девочки, то есть они не имеют права выходить там с гостиницы до определенного времени, например, да. Завтрак, обед, ужин они должны присутствовать, и никаких личных контактов с теми, у кого они, например, выступают, да. После рабочего, то есть момента, да, то есть все, выступление закончилось, ночь переночевали в гостинице, все, ты приезжаешь, ты абсолютно свободен. Я никогда не лезу в личную жизнь каждой девочки, я не имею на это права. Я думаю, что это правильно, но есть момент, ну, личной морали, да, о которых предупреждаются девочки. Я говорю, что не надо портить, как называется, имидж, репутацию, да. И вот на моем веку, скажем так, продюсерском, таких случаев не было. То есть, наверное, либо с девочками везло, либо с обстоятельствами. Вот мне интересно, ты снимала два фильма, «Гаших журек-1» и «Гаших журек-2», да? У тебя в двух фильмах снимались наши известные казахстанские артисты. Ты им платила деньги? Я сейчас скажу, что за первую часть я мало кому платила. В основном это были профессиональные артисты, театральные, которые работают только по каким-то гонорарам, да. Все остальные – это те люди, которые работают вместе со мной. Та же Айгулия Манбаева, та же Мальдора Ульбекова, там, Джамба. И очень много моих друзей, которые пошли мне навстречу и снялись абсолютно бесплатно. А во второй части я уже заплатила всем. То есть я понимала, что нельзя наглить. Даже если человек, который работает у тебя, ему нужно платить. Потому что человека всегда нужно стимулировать. А какие планы у вас на будущее? Я вообще не люблю рассказывать планы на будущее. И вообще такой достаточно спонтанный человек в творчестве. Я могу проснуться с какой-то мыслью, с какой-то идеей, сказать, блин, вот эта классная идея, ее нужно реализовать. И такие идеи достаточно часто ко мне приходят. И, слава богу, они все реализовываются. Сейчас в планах запуск новой картины. Я, кстати, первым вам об этом говорю. Запуск сериала. Ну и подготовка к новому телевизионному сезону, к которому мы будем выносить Иса Залима. И проект «Мама Мия» на КТК. Два больших книгопроекта. А о чем будет сериал? Можете вкратить? Сериал «Хашик Джурек». Это не триквел, а приквел. То есть мы снимаем то, что было до истории. Историю маленькой девочки, которая попала в детдоб. Историю Баяны Сентави, как она стала журналистом. Историю Майры Итаяковой, почему она такая злая. Откуда она взялась вообще. Я думаю, что это будет очень интересно зрителю. То есть зритель уже знает конец, но не знает, откуда все это взялось, откуда все эти люди. Баян, ты шикарно выглядишь, как сказала Оксана, да? Ты же не скрываешь свой возраст? Нет. Сколько тебе сейчас? 38. 38 лет. Шикарный цвет лица, шикарная кожа, шикарная фигура. Как ты следишь за собой? Что ты делаешь? Я слежу за собой, не стану скрывать. И, можно сказать, культивирую отношения к себе в этом смысле. Это труд. Динара, наверное, не мне тебе об этом говорить. Мне не лень этим заниматься. Я посещаю регулярно косметологию, массажистов. Хочу записаться на бальные танцы. Я не ем чего попало, пью много воды, не ем много, скажем так. И очень важна позитивность твоя внутренняя и внешняя. То есть, если ты будешь вот такой вот злой на весь мир, да, всем завидовать, никакая косметика, никакой крем тебе не поможет. Это очень важно, твое внутреннее состояние. Женщины злые, как правило, женщины завистливые, как правило, выглядят дурно. У них плохой цвет лица с земляным отливом. У них заранее появляются морщины, они сидеют. У них коленки отвисают, локти отвисают и все остальное тоже. Поэтому я бы хотела посоветовать, что, наверное, это прежде всего абсолютно отношение к жизни, наверное, такое позитивное, солнечное. Я люблю жизнь, я люблю людей, я люблю красоту. Скажите, Байя, наоборот. Я люблю быть полезной. Поэтому в этом смысле мне определенно повезло, конечно. Вы такую операцию будете делать? Я буду делать. Будете, да. Буду, да. Пока природа помогает мне, пока ничего кардинального я не делала. За ушами у меня нет ни одного шрама, ни на лбу, ни здесь. То есть я ничего пока не резала. Пока держится с помощью хорошей косметики, позитивного отношения к жизни и косметологов. Как только все свистнет, я поеду и сделаю. Я не буду даже этого скрывать. Зачем? Есть возможность выглядеть хорошо? Выгляди хорошо. Ну что ж, спасибо большое. Сегодня у нас была Баяна Сентаева. Мы давно ее ждали у нас в гостях. Спасибо, Баяна, что пришла. И тем более, что сейчас в Астане Баян очень частый гость. Она теперь член партии Нуртана. И сейчас очень активно, кстати, в общественной, социальной жизни. Мне очень нравится. Будете, кстати, агитировать своих коллег, чтобы тоже вступали в партию? Ну, я еще об этом не думала. Но я думаю, что если это пригодится во благо Родины и во благо партии... Или если вам за это заплатят... Я, кстати, не знаю, там уже по зарплату есть, да, в плате? Нет. Я думаю, там для этого нужно работать с утра до вечера. Каждый год. Ну, так самую платить. А сколько платите? В год 900 чем-то тенге. Не больше 1000. Не дорого, не дорого. Конечно, огромная сумма. Не потяну, не потяну. Так что, Оксана, я думаю, что если это будет на благо страны, я все-таки, наверное, буду агитировать. Спасибо, Баян, за ваши честные, откровенные ответы. Мы узнали о вас очень много интересного. Я думаю, зрителям нашим тоже было интересно. Уверена в том, что пройдет еще совсем немного времени. Вы вновь будете у нас в студии и уже будете говорить о больших других глобальных проектов, которые непременно принесут вам большой, прежде всего, финансовый успех. Спасибо. Вам спасибо. Вы смотрели программу «Статус-Ко». Не забывайте смотреть нас каждый четверг на телеканале «Астана» в 23.00. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...